Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Как соблюдаются требования санитарного законодательства в Карачаево-Черкесии? Сегодня в Черкесии прошел очередной рейд по торговым точкам. Что делается для формирования иммунитета в коллективах? В детском саду Красная Гвоздика Черкеска побывала наша съемочная группа Вестей. Лермонтов на Кавказе под таким названием прошла выставка художников, приуроченная Международному дню гор в Тибердинском национальном парке. Они объездили всю Россию. В Карачаевске состоялась встреча молодежи с группой путешественников под руководством Константина Мержоева. Сегодня Роспотребнадзор Республики провел очередной рейд по соблюдению требований санитарного законодательства. Совместные рейды по объектам торговли, общественного питания и транспорта проводятся на регулярной основе каждую неделю. В них участвуют представители МВД, Роспотребнадзора и другие ведомства. Цель проверки – соблюдение требований санитарного законодательства и ограничительных мер, предписанных указом главы Карачао-Черкесии. А именно масочный режим, наличие антисептических средств, соблюдение дистанции и других. Специалисты Роспотребнадзора отмечают эффективность рейдовых мероприятий. Они стимулируют предпринимателей к соблюдению мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической обстановки во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Как изменилась организация работы детского сада «Красная гвоздика» в Черкесске в период коронавирусной инфекции? Что делают для формирования иммунитета в коллективе и какие методы для укрепления здоровья детей принимают? Узнавала Альвина Ламкова. Ежедневно на входе в здание у воспитанников и их родителей, а также сотрудников проводят бесконтактную термометрию. Лиц с признаками ОРВИ и других инфекционных заболеваний не допускают в помещение. Болоты. Распоменяли. Сверхи. Некоторые ограничения в работе детского сада «Красная гвоздика» и в период COVID-19 никак не коснулись общего воспитания и развития детей. Несмотря на сложный период, год был насыщен, так как изначально деятельность коллектива была ориентирована на развитие гармоничной личности и укрепление здоровья детей. А как всем известно, отличным помощником в этом деле служит спорт. Помимо физического развития, у каждого малыша есть любимое занятие. Мне больше всего нравится рисование. Мы в садике учимся и веселимся, играем и танцуем. Всегда ходим на прогулку и кушаем. И мы... Да что это на музыку? У нас все хорошо, и никто не болеет. А вот целью. А и далее? У нас трюбовую зеленую. Зеленую? Высокую? Да, высокую. Работа в детском саду не стоит на месте. Опыт специалистов непрерывно растет, разрабатывает новые методики, посещают различные курсы, педагогического мастерства и вебинары. В результате чего воспитатели демонстрируют полученные знания, умения и навыки на профессиональных конкурсах вместе со своими воспитанниками. Завоевывают призовые места. В выставке «Смотре» детский сад «Мир любви, заботы и внимания» и стали победителями в этом конкурсе. «Смотр» – это заполнение электронного портфолио, электронный журнал детского сада, стенд электронный, в котором размещался весь материал о работе детского сада во всех направлениях, различных областях. Еще для непрерывной и качественной работы в детском саду важным условием служит формирование коллективного иммунитета, считает Галина Дюрменова. От гриппа у меня была ежегодная, и поэтому прививка от коронавируса тоже не стала исключением. Мы общаемся с большим количеством людей, я и мой коллектив. Мы общаемся с детьми, с родителями, с родственниками детей. 50% коллектива переболело в начале года, и к сентябрю месяца этого года мы все 100% сделали прививку. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 31 113 человек. Из них 26 966 выздоровели, 503 человека госпитализированы. А сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура ночи минус 1 плюс 4 в горах до 6 градусов мороза, а днём до плюс 11 и местами 18 градусов со знаком «плюс». В Черкесии без осадков ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура ночи минус 1 плюс 1, а днём 10-12 градусов выше нуля. Девчонки, шубы из норки в рассрочку без первого взноса и переплат от Снежки приехали в Черкеск. Только с 17 по 20 декабря. Центр развития предпринимательства. Улица Горького, 8. И по секрету, меховой жилет в подарок. Три причины купить шубу в вятских мехах. Первое. Низкие цены. Второе. Еженедельные новинки. Третье. Куртка в подарок. Кавказская 42. Напротив ТЦ «Панорама». Продолжаем выпуск. В Общественной палате Республики прошёл круглый стол по теме «Текущая ситуация и перспективы развития в сфере кредитования малого и среднего бизнеса в Карачао-Черкесии». В обсуждениях приняли участие представители профильных объединений общественных организаций банковской сферы и республиканского парламента. Путём активных дискуссий участники встречи выработали ряд качественных предложений в направлении государственной поддержки и малого и среднего бизнеса. Все конструктивные инициативы участников круглого стола объединили в резолюцию, которая будет направлена во все соответствующие структуры и органы власти. Кавказ в жизни Лермонтова занимал особое место и оказал огромное влияние на творчество поэта. Художественную экспозицию о творчестве Михаила Лермонтова, работы лучших мастеров декоративно-прикладного искусства Карачао-Черкесии представили на выставке «Лермонтов на Кавказе», которую провели Международный день гор в Тибердинском национальном парке. Все подробности в репортаже Аллы Динаевой. Присутствие Лермонтова на Кавказе чувствуется всегда. Велик, богат Аул Джемат. Он никому не платит дани. Его стена ручной булат, его мечеть на поле брани. Строки из поэмы Хаджи Абрек Михаила Лермонтова высечены на граните в Тиберде, недалеко от карачаевского селения Джемаат, который он описывает в произведении. Насладиться творчеством великого поэта всех желающих пригласили на выставку в визит-центр Тибердинского национального парка Лермонтов на Кавказе. Приуроченную к международному Дуньюгор. И уже в фойе живая музыка создала атмосферу праздника. Всех собравшихся поприветствовал директор Тибердинского национального парка Олег Динаев. Все мы знаем его как поэта, но он, оказывается, был и талантливым художником. Несколько слов хотелось сказать об инициаторе этой выставки. Правда, он ушел из жизни, мы его помним, любим. Это у нас Захаров, у которого была мечта у нас на территории этого прекрасного зала сделать музей Лермонтов. Но, к сожалению, он не успел все это сделать. Но мы продолжаем его идеи и, надеюсь, вам понравится. Даже хорошо знающие биографию и творчество поэта в этот день узнали что-то новое о Михаиле Лермонтове. Когда он шел в атаку, он снимал китель в красной атласной рубашке. И никто его из горцев не стреляли. Говорили, это русский ашух. Это поэт. Его не стреляли. И он умер не от рук. Его же послали на Кавказ, чтобы он здесь был погиб. Но он остался жив. Но такой случай, что он умер не от рук. Горцев, которые его боготворили, уважали. А затем руководитель Тибердинского нацпарка вместе со школьницей разрезали красную ленточку. Добро пожаловать. Кто ты? Лечь твоя опасна. Тебя послал мне ад или рак? Чего ты хочешь? Ты прекрасна. Отрывок из поэмы «Демон» представили собравшимся артисты Центра культуры Тиберды Театра Маски. А затем начальник отдела по развитию экологического туризма Тибердинского национального парка Марк Греков повел всех в увлекательное путешествие в мир творчества Михаила Лермонтова. Вы знаете, за свою недолгую карьеру он написал 14 картин маслом, около 50 акварелью. И до наших дней дошли около 300 зарисовок карандашом, тушью, карикатур, каких-то его жанровых сцен. В общем, у него довольно-таки колоссальное портфолио. В жизни и творчестве Лермонтова Кавказ сыграл не просто значительную роль, а стал основополагающей темой, проходящей видимо или невидимо через всю судьбу поэта. Этот интерес был обусловлен несколькими причинами. Михаил Юрьевич бывал в этих краях неоднократно, начиная с детских лет. Впервые Михаил Лермонтов побывал на Кавказе шестилетним ребенком, когда бабушка Елизавета Арсеньева привозила его на воды, чтобы поправить здоровье внука. Кавказские горы, необычайная природа и люди поразили Лермонтова до глубины души, а его произведения впечатляют читателя уже много-много лет. Родившись более 200 лет назад, Михаил Лермонтов и по сей день остается одним из самых известных и любимых поэтов. Он прожил всего 26 лет, успев за такое короткое время создать множество гениальных творений, которые заняли свое почетное место среди лучших произведений российских авторов. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаевске в Центре культурного развития имени Кайсына Кулиева составилась встреча молодежи с группой путешественников под руководством чемпиона России по спортивному туризму Константина Мержоева. Экспедиция впервые в истории совершила прохождение бесперерывным способом вдоль границ необъятной родины. Какие цели и задачи были поставлены и о том, как прошло путешествие по России, расскажет Карача Биджеев. Девять человек начали свой путь с города Сочи на велосипедах. Они преодолели большой путь до Мурманска. А оттуда на научно-исследовательском судне добрались до Владивостока. На машинах до Байкала, а после пешком 500 километров. Прошли весь хребет Большой Саян. И из города Кызыла, то, что находится в Тыве, снова пересели на своих железных коней и добрались до нашей республики. 10 месяцев пути, почти 35 тысяч километров пройденных дорог. Вы думаете, это произведение французского писателя Жюля Верна? Возможно. Но нет. Это экспедиция вдоль границ нашей страны, которую организовал выдающийся путешественник, а также мастер спорта, чемпион России по спортивному туризму Константин Миржоев. Он путешествует на протяжении 30 лет. На его счету круглосветные трансконтинентальные экспедиции. В своем родном Краснодаре для детей он проводит кубанскую кругосветку вдоль границы. А на этот раз путешественнику пришла идея объять необъятную Россию и обойти ее границы. Как говорит Константин Миржоев, страна наша большая и интересная. В ней переплетено множество культур, прекрасная природа. И этим хотелось бы поделиться со всеми. Я был участником экспедиции, не руководителем. И, естественно, смотрел, наблюдал, учился. Все так, как это организовывается, оно было одной из таких тяжелых и драматичных. Это была экспедиция Хребет Черского, массив Буардах. Это в Якутии один из самых удаленных и опасных районов России. И, ну, я думаю, и мира в том числе. Вот. За время вот этой 30-летней работы и разных экспедиций, я еще раз повторюсь, в том числе организации кругосветных экспедиций, уже получается, что многое знаете. И получается, что на некоторые мелочи вы не обращаете внимания, которые казались раньше не мелочами. Также в экспедиции участвовала хрупкая, но ведь девушка, но сильная духом Елена Галко. Это ее не первый опыт в походах. С 16-летнего возраста она занималась спортивным туризмом на протяжении долгих 10 лет. С университета начались небольшие экспедиции на один или два месяца. Но как только она узнала о таком масштабном походе вокруг нашей родины, то решила участвовать. Ведь, как говорит Елена, не каждый день выпадает шанс увидеть такие красоты. В Калининград мы, к сожалению, не попали, потому что калининградцы на нас немного обиделись. Но мы обязательно туда отправимся, уже, может быть, не в рамках этой экспедиции, а просто попутешествовать, потому что там очень красиво. Четыре основные задачи, которые должны были выполнить путешественники. Первая – это патриотическая. При экспедициях проводить встречи с молодежью и рассказывать о России и о том, где можно путешествовать. Вторая – социальная. Третья – спортивная. И четвертая немаловажная задача – научная. Это сбор материалов. А после на основе этих материалов будут составлены статьи. Конечная остановка экспедиции будет в Сочи, откуда они ее и начинали. Харча Биджиев, Максим Долгов. Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите сериал «Тайны следствия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова